Русские новости Главное то, что происходит с русскими сегодня, это формирование возможности избавления от олигархического режима, которое осуществляет геноцид русского народа и не дает нам возможности сформировать русскую власть. К настоящему национальное правительство, которое действует в интересах всего народа и прежде всего русского большинства. Эта возможность формируется сейчас в связи с тем, что различные политические силы избавляются от своего эгоизма, партийного эгоизма и стремятся к тому, чтобы решить эту задачу. Каждый может подойти к разрешению главной проблемы, проблемы о власти, со своей стороны, со своими задачами, целями, перспективами и так далее. Стратегические вопросы, конечно, будут решаться не сейчас. Сейчас главный вопрос – это избавление от олигархического ига. Для меня вчерашний день 28-го числа, 28-го декабря был решающим, потому что состоялось два события. Первое событие – это суд над Владимиром Васильевичем Квачковым, апелляционное заседание военной коллегии Верховного Суда. Да, понятно было, что решение будет не в пользу Владимира Васильевича, потому что вся судебная система является одной организованной преступной группировкой, обслуживающей ныне действующую власть, поэтому ожидать от этого суда было нечего. И лишь для тех, кто собрался в качестве зрителей, было интересно услышать выступления самого Владимира Васильевича, адвокатов, ну и нелепое блеяние прокурора и бесстыдное, бессовестное поведение судей. Самое важное, что состоялось на этом судебном заседании, когда судьи отправились совещаться по поводу ходатайства об отклонении состава суда со стороны судимого, Владимир Васильевич получил возможность обратиться к своим сторонникам, присутствовать в зале ему не позволили, не привезли его в Москву, поэтому связь осуществлялась в виде передачи через видеоконференцию. То есть мы видели на экране довольно большого монитора Владимира Васильевича, он видел нас и мы смогли с ним поговорить. Для меня было достаточно неожиданным, когда он увидел меня перед монитором, мы поздоровались, он сказал, Андрей Николаевич, надо поддерживать Грудинина, надо всем объединиться против жидолиберального режима. Вот так он и сказал, собственно, за вот это слово «жидолиберальный» его и судят. Полтора года срока и колонии строгого режима ужесточения условий содержания именно за слово, которое не содержит в себе никакой ни этнической компоненты, ни религиозной компоненты. Я готов был об этом сказать, и на других судах говорил, как эксперт, к сожалению, вот эта апелляционная инстанция не позволила стороне защиты высказать свои аргументы против совершенно бесстыдных аргументов нападения. То есть, ну вот прокуроры, они у нас осуществляют такую функцию нападения, то есть им не важно справедливость, законность и так далее, им главное нападать. Поручают нападать, они нападают. Такая установка, их вот так воспитывают. Ну, поэтому они совершенно непригодны для судебного процесса. Вот так вот получилось. Следствие и суд превратили все это мероприятие в фарс. Но другое дело, важно не это обстоятельство, которое еще мы обсудим. Одну из передач русских новостей я посвящу полностью вот этому процессу. Главная позиция Владимира Васильевича Ковачкова, который пользуется безусловным авторитетом в национально-патриотическом движении. И мы когда проводили такое рейтинговое голосование в сети интернет, мы увидели вот это его лидерство совершенно отчетливое. И на втором месте шел Юрий Болдырев, примерно отставая в полтора раза. Павел Грудинин еще в два раза меньше получал голосов, чем Болдырев. Остальные не получали, можно сказать, почти ничего. Вот было три лидера. И лидер, находящийся в тюрьме, бесспорный лидер русского движения, пусть там кто-то не принимает всех его взглядов, принимает некоторые, тем не менее этот лидер высказался в поддержку Грудинина. Почему не Болдырева? Потому что к этому моменту уже стало известно, что КПРФ выдвигает Грудинина, а не Болдырева. Мы, когда проводили национально-патриотический съезд, мы надеялись, что все-таки мы убедим коммунистов, что Болдырев должен идти кандидатом в президенты, а Грудинин быть у него кандидатом в премьеры. Но КПРФ не согласилась с таким подходом, точнее даже его и не рассматривала, а предложила свою конфигурацию. И вот в этих условиях, когда мы увидели, что Грудинин стал выступать как только партийный кандидат, только от КПРФ, и с КПРФ фактически не удавалось налаживать никаких контактов, переговорщиков от национал-патриотов, я говорю не о нашей партии, Великой России, которая в этих переговорах не участвует, а вот в этой, скорее даже не коалиции, а в неком совещательном органе различных общественно-политических организаций возникла переговорная группа во главе как раз с Юрием Болдыревым и Владимиром Филиным. Вот они как-то пытались разрешить эту ситуацию, потому что предварительные договоренности все-таки были, что кандидат будет единый, единая платформа. Не было ощущения, что нас вообще услышали. Но в конце концов, вот 28 числа состоялось два переговорных акта. Один акт, это наши представители национал-патриотов встретились с руководством КПРФ, и были разрешены все вопросы, что было, конечно, абсолютно удивительно. Еще на процессе Владимира Васильевича Квачкова, я ему сказал через монитор, у меня много очень вопросов возникает. То есть я не готов был поддержать Грудинина, потому что то, что я видел, абсолютно меня не устраивало. Чисто партийный кандидат, высказывающий, ну фактически это как бы второе лицо Зюганова, вот в зюгановском духе шли разные высказывания. Параллельно как бы и своя собственная линия была у Павла Николаевича Грудинина, но вот этот налет коммунистической идеологии, он, конечно, делал невозможным дальнейшее сотрудничество. И я думал, что, ну вот как раз мы подходим к моменту, когда соберется ПДС и ПСР, постоянно действующее совещание национально-патриотических сил, и, скорее всего, мы объявим о том, что, к сожалению, никаких, никакого единого кандидата нет. Уже все, все к этому были готовы. Но именно в этот день, во-первых, совершенно неожиданно удалось пообщаться с Владимиром Васильевичем Квачковым, и его мнение было высказано совершенно однозначно для меня и для многих других. Это мнение очень весомое. И я всегда очень чутко смотрю за вот такими знаками судьбы, ведь я мог не попасть на этот процесс. То есть могла не возникнуть вот эта дискуссия через монитор, через видеосвязь. Владимир Васильевич мог выразить какую-то другую позицию. Нет, вот все как-то сложилось. И после этого еще в некоторых сомнениях я поехал на заседание ПДС и ПСР, где, во-первых, появился Павел Грудинин, во-вторых, были сообщены детали переговоров с КПРФ. Владимир Филин об этом сказал, и Юрий Болдырев тоже свое лепту в это обсуждение внес. Разрешены все вопросы, все вопросы, которые мы в достаточно жесткой форме могли бы поставить. На все наши предложения было сказано «да». Это было удивительно. Я предполагаю, что все-таки в КПРФ тоже заметили, что вместо консолидации голосов идет, наоборот, расползание-расплывание. Это я видел своими глазами. При обсуждении в сети интернет все больше и больше наших соратников и союзников занимали позицию неприятия того кандидата, которого выдвинул съезд КПРФ. И, видимо, вот это ощущение растворения электората, а сам коммунистический электорат, он вообще ничтожен. Поэтому, если нет общенациональной программы, то чисто партийная программа приведет к тому, что кандидат просто оказывается идеологически заточенным на ничтожное количество голосов поддержки. Может быть, вот это было основной причиной, почему в КПРФ поняли, что так нельзя, что одной своей партийностью они не возьмут ничего. И даже рассчитывая на какое-то обаяние Павла Грудинина, они все равно не наберут голоса, потому что оно будет нивелировано идеологическими штампами. И далее состоялось обсуждение с Павлом Грудининым, то есть ситуации, в которой мы находимся. Он признал, что очень ценно, вообще-то для политика это почти невозможно. Он признал наличие ошибок в своих первых шагах как кандидата, еще не зарегистрированного кандидата в президенты. Как раз вот 28 числа он подал документы, которые были оформлены съездом КПРФ, подал в Центральную избирательную комиссию. Он признал, что многие вопросы, которые ему пришлось в предшествующие дни, там неделю, обсуждать для него новые, и он теряется в том, как эти вопросы изложить. Может, поэтому он и пользовался теми штампами, которые лежали на поверхности. В общем-то, неудивительно, что Грудинин не готов к той миссии, которая вот неожиданно на него свалилась. Он к ней не готовился. Ну, обычно кандидат в президенты от какой-то партии, или человек сам определяется с этим, с этой ролью, задолго до начала избирательной кампании. Здесь все произошло достаточно неожиданно, поэтому мы имеем неподготовленного кандидата, который готов в то же время учиться. Он широко образован в своей области, в социально-экономических вопросах. Он прекрасно ориентируется, и любой, кто смотрит видеоролики или передачи с участием Грудинина, это видит. Но целый ряд вопросов остается для него неясными. Он быстро схватывает то, что ему говорят, и это ценное качество. И мы надеемся, что... Ну, собственно, не просто надеемся, а были обговорены технические моменты подготовки к разного рода вопросам, которые должны быть вынесены на обсуждение. И была высказана верность тем программам, которые были разработаны. Они опубликованы на сайте ПДС НПСР. Это программа социально-экономических реформ и программа конституционно-государственных реформ. По первой части вообще никаких вопросов нет. Вторая часть, с точки зрения националиста, национал-патриота, конечно, очень такая зыбкая и неполная. Но над этой частью еще предстоит поработать. Мы свои предложения высказали, и они достаточно объемные, радикальные. И, наверное, они не все могут войти. Сейчас к этому не готовы, я думаю, что и избиратели принять все то, что мы считаем необходимым. Хотя, впрочем, может быть, сейчас происходит радикализация, у людей открываются глаза, они понимают, что этот режим должен уйти. И мы предъявляем этому режиму альтернативу. Причем альтернативу не в качестве отдельного кандидата, а в качестве члена команды, который волей судеб именно Павел Грудинин из этой команды становится официальным выразителем ее точки зрения. И работа в команде, конечно, становится сейчас самой главной, чтобы эта команда могла поставлять в публичную деятельность, в предвыборные выступления Грудинина, свои идеи, оформленные правильно и в риторическом плане, и в стилистическом, чтобы не было вот этой партийности, которая всех абсолютно раздражает. Ну, я представляю себе, если бы, скажем, я вышел на избирательную кампанию, как бы я себя вел, наверное, мне бы захотелось свои любимые идеи высказать. Но если я бы был членом команды, я бы, наверное, притушил вот эти свои любимые идеи, символизм, идеологизм, всякие философии и так далее. А постарался бы выразить позицию команды в целом, которая готова взять власть и управлять страной. Именно такая ситуация возникла, это уникальное явление с момента захвата власти так называемыми демократами, либералами, которые до сих пор правят, хотя стали прикидываться под руководством Путина патриотами. Никакие они не патриоты, это патриоты своего кармана. Я думаю, что сейчас подавляющее большинство граждан уже это знает. И сейчас, когда появилась альтернатива, есть возможность, как я сказал тоже на этом совещании, это уникальная возможность бескровно решить впервые, бескровно решить проблему о власти. И тогда выборы становятся для нас интересны. Но победить на них мы сможем только абсолютной победой. Победа по очкам нам никто не припишет, потому что просто объявят нам, что снова победил Путин. Мы же прекрасно знаем, что именно он будет объявлен победителем. И только в одном случае это не пройдет, когда подавляющая масса людей придет на выборы и скажет «нет» этому режиму. А для этого надо будет сказать «да» коалиционному кандидату, который уже имеет программу, которая объявлена, можно сказать, уже опубликована, она будет только уточняться в части, я думаю, в основном конституционно-государственных реформ, имеет команду, которая тоже объявлена, 22 человека со стороны национал-патриотов, 21 человек со стороны коммунистов. Частично эти команды совпадают, там 3-4 человека, наверное, составляют общие целые. И главное, что это команда профессионалов, а не команда идеологически заряженных коммунистов или националистов. Уже в порядке обсуждения программы, ну это фактически программа срочных мер, есть понимание у профессионалов разного направления, разных профилей, понимание того, что нужно делать. Вот это должно убедить граждан в том, что мы должны попробовать на этих выборах изменить ситуацию. Конечно, все это состоится, и на выборы надо идти только в одном случае, если достигнутые договоренности будут соблюдаться, если надпартийность кандидата будет сохранена, если пойдет обратный откат, конечно, мы со своей стороны, партия Великая Россия, и наши соратники-союзники, конечно, призовем к бойкоту выборов. Если договоренности, достигнутые 28 декабря, будут соблюдаться, то мы обеими руками будем за участие в выборах, но тоже еще при одном условии, если мы действительно на этих выборах боремся за победу, нас второе место не устраивает. Только победа имеет смысл в борьбе за власть. Либо власть есть, либо ее нет. Поэтому мы высказали Павлу Грудинину и свое соображение о том, что, во-первых, надо в условиях, когда идет тотальное нарушение избирательного законодательства, потребовать независимого судебного разбирательства, в котором судьи не назначены одним из кандидатов в президенты, то есть Путиным. Путин у нас сейчас назначает всех судей. Если этого нет, объявить о невозможности продолжения избирательной кампании и призвать граждан к бойкоту. Тогда граждане просто не пойдут. То есть те, кто, как мы рассчитываем, процентов 80 готовы будут проголосовать за Грудинина, просто не придут. И тогда рухнет вся эта избирательная система. Система власти будет абсолютно нелегитимной. И все будут об этом знать. Соответственно, и международные организации не признают легитимность этих выборов, и подавляющее большинство граждан. На штыках, как известно, сидеть нельзя. Да и штыки эти могут мгновенно развернуться против вот этих узурпаторов, которые сегодня находятся у власти, но какую-то вот имитацию легитимности они создали, и поэтому силовики им подчиняются, к сожалению. Следующий момент. А если мы все-таки побеждаем? Что мы должны сделать? Я думаю, что президент, новый президент России должен будет распустить на недействующие парламентские структуры, объявить новые выборы, там через три месяца или через полгода, провести полное освобождение всех политзаключенных, полную депортизацию всей избирательной системы, иллюстрацию для тех, кто был изменником, сообщником коррупционеров, то есть запретить участвовать в выборах всем, кто когда-либо был в «Единой России», в «Справедливой России», в партии Жириновского, и партии должны быть просто общественными организациями. Они могут выдвигать кандидатов в депутаты, в президенты, и другие могут выдвигать. Вот тогда это будет справедливая система, тогда система народного представительства будет сформирована нормально, и после этого можно будет провести еще одни президентские выборы, на которых будет свободное выдвижение, вне всякого чрезвычайного положения, и я думаю, человек, который проведет такого рода реформу, конечно, будет любимцем народа, конечно. Потому что здесь сложится и решение вот это компромиссное, в чрезвычайной ситуации, на которое мы идем, наступая на горло собственной песни, в смысле вот такого яркого идеологического представления национально-патриотической идеологии, своих собственных взглядов. И народное представительство будет сформировано, исходя из того, кто действительно способен представлять граждан, а не навязан вот этой бюрократической, олигархической системой, имеющей целью истребления нашего народа. Вот другой цели у них нет. Они истребляют наш народ во всех смыслах, в идеологическом и даже в физиологическом. Для чего? Для того, чтобы не отвечать перед ним. Вот мы должны быть в статусе рабов, тогда они в статусе хозяев, и тогда вся наворованная собственность для них является вечно закрепленной за ними. Если народ начинает поднимать голову, то, естественно, он у них, у этого варья, все это отнимет. Вот нам надо будет... Вот мы сейчас имеем реальный шанс действительно поднять голову, посмотреть в лицо реальности, оценить ее и смести этот безумный олигархический режим. Я еще зачитаю два документа. Первый документ – это обращение съезда национально-патриотических сил к съезду КПРФ. Не сразу это обращение было услышано, но сейчас можно сказать, что оно услышано. Огласил это обращение Юрий Болдарев на съезде, расширив его несколько до более масштабного выступления. Но вот это то, что было принято на съезде ПДС и ПСР. Уважаемые делегаты съезда КПРФ, нас разделяет множество идейных и исторических разногласий. Кто против этого разделяет? Но объединяет нас большее. Ну, некоторых может не объединять, но подавляющее большинство объединяет большее, чем вот эти идейные разногласия. Опираясь на программу КПРФ «10 шагов к достойной жизни» и объединительные тезисы ПДС и ПСР, мы провели 21 марта 2017 года прямые публичные переговоры между КПРФ и ПДС и ПСР и приняли за основу единую социально-экономическую платформу к единству в действии альтернативу нынешней экономической и социальной деградации. Это очень важно. Программное объединение. Даже если люди, избиратели, особенно в программные вопросы не вникают, они должны знать, что здесь есть единство, есть общее понимание ситуации. 23 октября 2017 года в совместной рабочей группе КПРФ, ПДС и ПСР мы приняли за основу и программу конституционного государственного устройства на перспективу и переходный период. То есть эта сторона тоже обсуждена, хотя и частично. Со своей стороны мы, со стороны партии Великой России, подали свои предложения по доработке. Там есть некоторые детали, которые надо исправить, подправить, уточнить. Но есть у нас и более масштабный документ, который тоже опубликован на сайте «Русский национальный фронт». Опубликован материал по мотивам моего выступления как раз на Первом съезде национал-патриотов. Далее. У нас есть бесспорная для большинства приверженцев как левой, так и консервативной, имперской, националистической, даже монархической идеи компромиссная основа для решения самых острых назревших проблем. Конечно, эта программа для монархиста не решает вопрос о переходе к монархии. Это было бы нелепо начинать с этого. Нет, давайте сначала монархия, а потом все остальное. Нет, сначала самые острые меры, тем более, которые ясны всем и понятны, и монархисту, и коммунисту, что вот эти меры нужны. Слава Богу, что есть понимание чего-то общего. А дальше, в стратегической перспективе, конечно, каждый должен получить возможность обратиться к народу со своим видением стратегии. И на основании этого видения должны быть проведены парламентские выборы, где потом в разных дебатах более отдаленная перспектива будет проработана. Ну, так я, по крайней мере, понимаю ситуацию. С учетом обращения председателя ЦК КПРФ Зюганова о создании межпартийной коалиции, в котором были названы имена многих патриотов как участников будущего народного правительства, это было около года назад, мы провели выдвижение своей части будущего межпартийного правительства. В знак приверженности совместной работе в эту команду нами были выданы представители КПРФ. Ну, это незначительное число. В знак солидарности и поддержки в команду включены находящиеся в заключении по необоснованным с нашей точки зрения приговоров судов Барабаш, Якишев, Квачков, Парфенов, Соколов. Эти наши товарищи якобы экстремисты, на самом деле самоотверженные патриоты, необходимые для работы по возрождению России. Отрадно, что и на съезде КПРФ это было понято, и этот тезис был встречен аплодисментами. И вот сейчас наступил момент вашего решения, это было обращение, напомню, к съезду КПРФ, от которого будет зависеть наше общее дело и будущее всей страны. Мы уважаем вас как приверживцев идейного течения, повлиявшего на всю мировую историю. Ну, это я напомню от ПДС и ПСР. Нет, таких уже более проработанных националистических позиций. И, безусловно, признаем ваше право выдвинуть кандидатом в президенты России того, кого вы сами считаете достойным. Это право, закрепленное ныне в законе, которое, конечно, надо изменить. В то же время не случайно власти запретили предвыборные блоки. Не зря подконтрольные власти СМИ замалчивают факт переговоров и выработки общей позиции национально-патриотических сил от КПРФ до националистов и монархистов. По итогам пресс-конференции 18 декабря даже ТАСС, где проходила конференция, ни словом не обмолвилась об этом. Значит, реализуя вечное разделяй властвуй, только одного боится компрадорско-олигархическая власть, это широкого народного единства. Мы надеемся на осознание вами ответственности за принимаемое решение на переломном этапе, на то, что вы сможете выйти за рамки партийных интересов и выдвинуть кандидатуру, которую смогут поддержать не только коммунисты, но и национально-ориентированные силы. С тем, чтобы собрать под эту кандидатуру и команду народного правительства широкую поддержку и переломить ситуацию, победить на выборах президента, сформировать народную власть и вывести страну из тупика. Мы предлагаем на рассмотрение свой вариант предвыборной конфигурации, возможно, и иные варианты, но главное, на основе поиска объединяющей кандидатуры, приемлемой для широких масс избирателей. В любом случае, независимо от вашего решения, мы уверены, будущее не за узкопартийными сценариями, но за широким общенародным движением, основу которого мы закладываем вместе. Очень здравое было обращение, выверенное, без каких-то конфликтных посылов, и в конце концов, оно как-то долетело до мозгов, можно сказать, не сразу, но все-таки оно было принято, прежде всего, руководством КПРФ, и 28 декабря состоялось переключение сценария с узкопартийного на широкий коалиционный и на единого, для всей страны, единого кандидата, направляющего свои действия против олигархического режима и знающего, что надо делать, опираясь на профессионалов того будущего правительства, которое, мы надеемся, в ближайшее время придет к власти. Еще один документ, это заявление партии Великой России в связи с выборами, которое было опубликовано также вчера по итогам того заседания по ДСНПСР, которое состоялось. Итак, заявление в связи с выборами президента РФ Партия Великая Россия. Политическая система Российской Федерации целиком фальсифицирована, представительство в органах власти не отражает настроение в народе и не ориентировано на решение его проблем. Наиболее вероятный прогноз исхода выборов президента объявление результатов, которые не будут соответствовать волеизъявлению граждан и очередное незаконное присвоение власти. Тем не менее, нарастающее неприятие нынешней власти и всех ее ставленников гражданами, процессы публичного разоблачения путинских коррупционеров за рубежом, переход на сторону национальных сил части политической элиты, которые намерены сохранить Россию и русский народ как суверенные субъекты мировой политики, создают условия, когда бескровный переход власти возможен. На президентских выборах в случае решительного голосования подавляющего большинства граждан за единого народного кандидата, тотального гражданского контроля за ходом голосования, пресечения, фальсификации всех уровней до Центральной избирательной комиссии победа возможна, а значит, мы должны использовать этот исторический шанс. Совещание национально-патриотических сил в марте 2017 года рассматривало вопросы, связанные с формированием профессионального народного правительства проект «Народные лидеры» и его программы, которая могла бы быть очищена от партийной риторики и символизма. При участии активистов партии «Великая Россия» такое правительство и такая программа созданы. Более того, без участия партии «Великая Россия», без самоотверженной деятельности ее активистов, первые и вторые съезды национально-патриотических сил не могли бы состояться. Национальный совет «Великой России» отмечает это обстоятельство и благодарит всех, кто участвовал в этой работе. Достигнутый результат можно считать выдающимся и крайне ценным для будущего России и русского народа. Второй съезд НПСР поддержал в качестве потенциальных кандидатов в президенты фигуры профессионалов своего дела промышленника Владимира Баглаева, управленца и экономиста Юрия Болдырева, сельхозпроизводителя Павла Грудинина, политзаключенного полковника Владимира Квачкова, военспеца генерал-лейтенанта Виктора Соболева. Проведенный нами опрос национал-патриотов отдал безусловное лидерство в этой группе Владимиру Васильевичу Квачкову, который находится сегодня в застенках русофобского режима и не может принять участие в выборах. На втором месте оказался Юрий Юрьевич Болдырев, на третьем Павел Николаевич Грудинин. Второй съезд НПСР выразил полную поддержку Владимиру Васильевичу Квачкову и другим политзаключенным, рассматривая их освобождение как одну из первоочередных задач. В качестве предпочтительной конфигурации будущей власти съезд предложил выдвинуть Юрия Болдырева кандидатом в президенты Павла Грудинина и его премьер-министром. Съезд КПРФ, пользуясь привилегией партийного выдвижения, определил кандидатом в президенты Павла Грудинина. Это выдвижение частично учло те обсуждения, которые происходили в национально-патриотической среде. И мы должны лишь поприветствовать отказ КПРФ от классового подхода. Павел Грудинин является предпринимателем и к коммунистической идеологии никакого отношения не имеет. К сожалению, первые высказывания еще не зарегистрированного кандидата вызвали скептическое отношение многих национал-патриотов, увидевших не народного лидера, а партийного выдвиженца. Тем не менее, 28 декабря на совещании ПДС НПСР все вопросы были сняты. Павел Грудинин публично подписал обязательства перед национал-патриотами. Руководство КПРФ отошло от партийного эгоизма и публично признало национал-патриотов полноправной стороной политического процесса частью команды кандидатов президенты. Команда народной лидеры образованной национал-патриотами признана частью будущего правительства и неотъемливой частью штаба Павла Грудинина. Таким образом, кандидат, формально выдвинутый КПРФ, становится народным кандидатом, как и планировалось ранее. В исправлении ситуации солидарно приняли участие как координаторы ПДС НПСР Владимир Филин и Юрий Болдырев, так и руководство КПРФ. Несомненно, ключевую роль в этом событии сыграл и сам кандидат Павел Грудинин, продемонстрировавший способность к диалогу и признанию ошибочности некоторых своих первых заявлений, а также готовность к плотной совместной работе с национал-патриотами. Лидер партии Великой Россия, приняв участие в ключевом обсуждении на ПДС НПСР, донес до Павла Грудинина позицию Национального Совета партии, связанную с необходимостью департизации риторики кандидата, а также с возможной ситуацией, когда снятие единого кандидата с выборов может оказаться необходимым партия Великая Россия примыкает к правому флангу в ПДС НПСР, находясь на позициях русского национализма, чем серьезно отличается от других партнеров по коалиционной деятельности. Поэтому мы рассматриваем Павла Грудинина как компромиссную фигуру, способную объединить широкий политический спектр, который исключает только прямых врагов России и русского народа, а также согласовать прагматические позиции и предложения специалистов в условиях нарастающего социально-экономического и политического кризиса. В связи с этим мы не предъявляем к Павлу Грудинину невыполнимых для него требований и стремимся к достижению главных текущих целей уничтожению олигархии, восстановлению прав и свобод граждан, проведению реанимации российской экономики и системы управления государством. В сложившихся условиях Павел Грудинин из всех выходящих на выборы кандидатов оказывается не просто самой лучшей, а единственной фигурой, за которую стоит отдать свой голос. Разумеется, в том случае, если достигнутые договоренности будут сохранены, а обещания выполнены в рамках ПДС НПСР, мы вправе считать Павла Грудинина нашим кандидатом единственной альтернативой многоголовой гидре коллективного Путина, который на выборах будет считать его своим главным врагом. Мы полагаем возможным и полезным для активистов нашей партии и других русских организаций принять участие в работе региональных штабов кандидатов президента Павла Грудинина с целью получения опыта распространения русской национальной идеологии и налаживания контактов с единомышленниками. Национальная идея приобретает все большую популярность даже среди тех, кто еще недавно следовал догматам интернационализма и видел справедливость только в тотальной уравниловке. Мы должны усилить этот процесс освобождения от тлетворных догматов, подчеркивая практическую пользу русской национальной идеологии, продуктивность основных ее идей. Партия Великая Россия никогда не заключала и не намерена заключать каких-либо альянсов или коалиций с партией КПРФ. Мы готовы поддержать единого кандидата в связи с тем, что его программа действительно отражает чаяние русского народа. Программа, выработанная в рамках проекта «Народные лидеры», на данном этапе нас вполне устраивает и отрадно, что она устраивает и руководство КПРФ. Это не означает никакого идеологического сближения, а лишь постепенное рассеивание социалистических фантазий, которые будут замещены русской национальной идеей, отраженной в тысячелетней истории нашей страны. Партия Великая Россия готова признать только результаты законных выборов, поэтому мы призываем Павла Грудинина, как кандидата в президенты, объявить, что в случае своей победы он проведет новые выборы, освободив перед этим всех политических заключенных, обеспечив равноправное выдвижение, кандидатур от всех политических сил и иллюстрационные меры против изменников и коррупционеров. потребовать назначения судебной коллегии по выборным спорам и судей, которые не были назначены одним из участников выборов ВВ Путиным. В случае очевидного беззакония на выборах объявить о снятии своей кандидатуры и призвать граждан к отказу от соучастия в фальсификации избирательной системы и законности итогов выборов. мы полагаем что такие заявления подтвердят что народный кандидат выступает не за свои частные интересы а за интересы народа стремящегося заменить преступную власть законно избранной. Таким образом мы определились как партия русских националистов в тех рамках которые нам представляет ситуация как мы можем действовать и почему мы выступаем на данном этапе за Павла Грудинина и за участие в выборах. Ситуация может измениться соответственно изменится и наша позиция если ситуация действительно будет кардинально иной. Если она сохранится мы должны приложить все усилия чтобы произошла бескровная победа над олигархией на выборах которые должны по закону пройти 18 марта 2018 года. Призываю всех русских людей сконцентрироваться на том что происходит сейчас что произошло буквально вот вчера по отношению к тому моменту когда происходит эта запись то есть 28 декабря когда сложилась широкая коалиция поддержки единого кандидатов президента Российской Федерации имеющего свою программу не свою личную программу а программу которую он принял от вот этой широкой коалиции и свою команду которая тоже сложилась еще до выдвижения Павла Грудинина до определения его первенства на вот этом избирательном этапе это говорит о том что работа велась тщательная взвешивание различных точек зрения происходило уважительно по отношению к каждой из групп которая могла бы поддержать единого кандидата и только после этого единый кандидат материализовался в том процессе который происходил и происходил не совсем гладко как мы видели в течение последней недели но все-таки он завершился определенным этапом когда у страны появляется новый лидер и этот лидер не просто выставляет самого себя как единственного и неповторимого и идет на выборы вместе с большой командой из нескольких десятков специалистов выдвинутых разными общественно-политическими структурами и это вселяет в нас надежду что победа возможно раз возможно мы должны биться здесь до конца а не отходить в сторону кривя губы и говоря о том что все это не наше не то неправильно обычно так говорят люди которые не хотят вообще никакого результата или не способны ни на какую деятельность чтобы Россия получила русскую власть сегодня надо идти и сражаться за Россию победы нам всем до новых до новых до новых Субтитры создавал DimaTorzok